В одном из таких сложных разделов экзамена ОГЭ и ЕГЭ – это лексика и грамматика. Я уже давал ранние вебинары по ОГЭ именно, мы разбирали уже с вами основные трудности, как их преодолеть, но теперь именно всего экзамена, и письменная часть, и устная часть. Поэтому, кому интересно, вы можете посмотреть запись этих вебинаров либо на форуме, либо на канале YouTube EnglishTeachers.ru. Поэтому в тех вебинарах мы рассматривали варианты упражнений в формате именно ОГЭ, какие дополнительные упражнения, подобные упражнения можно давать ученикам, чтобы справляться с определенными трудностями. То именно в этом вебинаре мы с вами сравним основные задания ОГЭ и ЕГЭ в лексике и грамматике, и также с вами постараемся прийти к общему знаменателю, как правильно анализировать упражнения, задания лексики и грамматики в этом разделе, чтобы ученикам было как можно проще данный раздел достичь хорошего результата в этом разделе. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы готовимся начать. Я уже успел почитать чат. К нам присоединились коллеги из Комсомольска на Амуре, также с нами Липецк, Тула, пляничная столица, Ирина. Отлично. Ну что ж, уважаемые коллеги, пишите в чат, откуда вы нас сегодня смотрите. Всегда интересно узнать, с каких городов вы к нам сегодня присоединились. Если у вас будут возникать вопросы в течение нашего вебинара, смело комментируйте в чате. Я постараюсь их читать и по возможности отвечать на них. Если вопросы будут более сложными, то постараюсь на них ответить в конце нашего вебинара. Ну и в конце, конечно же, после нашего вебинара я в общий чат скину код на сертификат, который вы сможете получить. Вот нам Валентина из Читы пишет, замечательно. Ну что ж, тогда мы с вами начинаем. Надеюсь на вашу поддержку и вашу активность. Надеюсь, данный вебинар принесет вам много полезной информации и мы готовы с вами начинать. Ну что ж, первое, на что мы с вами обратим внимание, это на грамматику и лексику в ОГЭ и сравним наши задания в ОГЭ с заданиями в ЕГЭ. Найдем отличия, которые там есть. Ну что ж, если мы с вами говорим о лексике и грамматике в ОГЭ, то там 15 заданий. 9 заданий – это проверка грамматических навыков употребления и формы слова. И 6 заданий направлены на проверку лексико-грамматических навыков образования. И можно получить максимальный балл 15. 15 заданий, следовательно, 15 баллов. Но в ЕГЭ, смотрите, 20 заданий на 5 больше. 13 из них – это краткий ответ. И 7 заданий на выбор правильного варианта ответов. Это то, что отличает ОГЭ от ЕГЭ. Именно multiple choice. Задание базового уровня сложности – это грамматика. Вот нумерация представлена 19, 25, там 7 вопросов. Задание также базового уровня сложности – это словообразование. 6 вопросов. И задание повышенного уровня сложности – лексические навыки. 7 вопросов. Время на выполнение вот именно данного раздела в ЕГЭ приблизительно 40 минут. И максимальный балл за данный раздел можно получить 20 баллов. Также, когда мы говорим с вами об экзамене, следовательно, нужно в первую очередь, уважаемые коллеги, понимать, что конкретно экзамен будет проверять. Что контролировать. Поэтому объекты контроля в данном разделе таковы. В первую очередь, это проверка знаний языковых единиц и навыки их потребления в коммуникативно значимом контексте. Я не раз говорил на прошлых вебинарах, и еще раз повторюсь, что очень важно, когда даже мы на своих уроках будем давать определенные упражнения на ту же самую лексику или грамматику именно в контексте. Потому что весь экзамен нацелен на то, что ученики будут обращать внимание на те или иные языковые единицы, именно то, как они употребляются в контексте. И по контексту очень намного проще определить ту или иную часть речи, которая будет необходима для правильного ответа. Поэтому очень важно соблюдать требования к данным упражнениям. И на уроках я тоже всем рекомендую выполнять подобные упражнения, задания, которые также будут содержать контекст. Следующий пункт, на что следует обращать внимание при подготовке к экзамену ОГЭГ, это то, что объект контроля – это также распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и грамматических структур английского языка. Также знание основных способов словообразования и навыков применения, поскольку, скажем так, задание на словообразование всегда вызывает определенные трудности у наших учеников. Поэтому очень важно по максимуму проработать именно словообразование. Также экзамен контролирует употребление в речи изученных лексических единиц с особым вниманием к литической сочетаемости синонимии и антонимии и знания правил орфографии и навыки их применения. Также очень важно, можно определить часть речи, которая необходима в том или ином задании, например, глагол, но очень важно также правильно это слово написать, поскольку, если слово написано неправильно, можно потерять драгоценные баллы. Поэтому к этому тоже следует относиться очень внимательно. Это были объекты контроля наших экзаменов, а теперь давайте мы с вами разберем именно основные проблемы в употреблении видовременных форм глаголов и какие проблемы могут быть у наших учеников. Конечно же, наиболее трудными все еще остаются видовременные личные формы глаголов. Многие наши ученики, к сожалению, не всегда умеют правильно проанализировать контекст для определения нужного времени, в котором происходит то или иное действие. Также они могут правильно определить последовательность описываемых действий и их характер. Часто ученики сталкиваются с такой проблемой, что они не владеют основными формами глагола. Очень часто, когда они сталкиваются с неправильными формами глагола, они попросту путают либо вторую форму с третьей, что довольно-таки распространенная ошибка среди учеников и не только в экзамене ОГЭ, но и в ЕГЭ тоже. И, конечно же, сталкиваются с такими трудностями, когда тяжело определить тот или иной залог, действительный или страдательный. Ну, как мы в английском часто говорим, активный-пассивный залог. Также некоторые ошибки связаны с незнанием о том, что я говорил в форме правильного глагола, когда, например, они к неправильному глаголу добавляют окончание иди, что неприемлемо. Соответственно, они также могут терять определенные баллы. Также наибольшую трудность для наших учеников почему-то очень часто представляет форма именно страдательного залога. Past и Present Simple. Типичной ошибкой является использование именно активной формы вместо пассивной. Это лишнее напоминание о том, что очень важно внимательно анализировать контекст. Мы об этом с вами поговорим немножко позже, и я вам приведу несколько примеров именно анализа текста. На что следует обращать внимание наших учеников, чтобы им было проще определить тот или иной залог, то или иное время. Поскольку мы говорим с вами о невнимательности к контексту, с которого следует, что лицо, которое у нас может выступать в роли подлежащего, оно не совершало, либо не совершает действия, само подвергается этому действию. На это нужно уметь правильно акцентировать внимание. Также некоторые ученики, но это больше проблема именно ОГЭ, экзамена, когда, к сожалению, не видят разницу употребления пассивного или активного залога. Также встречается ошибочное употребление вместо past, например, встречаются формы, используют present. Опять-таки, потому что неправильно посмотрели на ключевые слова, подсказки в самом контексте. Поэтому очень важно еще раз повторюсь, анализировать контекст, который всегда поможет определить правильное время. Далее с вами, коллеги, идем. Конечно же, следующее, на что стоит обращать внимание, это именно основные проблемы в употреблении словообразования. И очень часто они касаются следующих ошибок. Тяжело, скажем так, определить именно суффиксы E-R, L-Y, M-A-S, E-N-C-Y, I-O-N, A-T-I-O-N, ABLE-I, а также префиксы DIS и N. Очень важно, чтобы ученики обязательно знали, к чему будут относиться те или иные суффиксы, к какой части речи, чтобы они это знали наверняка. И если они точно знают, что, например, суффикс E-R, с помощью него мы можем образовать существительное, чаще всего это существительное касается профессии, то, естественно, уже по контексту, зная данную информацию, будет намного проще определить, какая часть речи будет необходима. Также образование топорных слов, однокоренных слов, не той части речи, которая требуется по контексту. Вместо protection, например, пишут protective, вместо protected, protectly и так далее. Тоже очень типичная ошибка. Также заполнение пропуска опорным словом без его изменения. Светлана пишет первый комментарий, дети не могут понять, по какому принципу присоединяются суффиксы приставки. Но смотрите, поэтому очень важно прорабатывать именно данные упражнения. Например, можно воспользоваться определенными пособиями, в которых есть уже таблички готовые, да, и суффиксы, и приставки, и аффиксы разделены уже по своим частям речи, и их необходимо запомнить. И выполнять подобные упражнения, чтобы ученики по ходу выполнения данных упражнений могли правильно уже распознавать, во-первых, часть речи, и во-вторых, они должны уже, смогут, по крайней мере, понимать, к какой части речи, какой суффикс будет относиться. И поверьте, когда будет у них постоянная практика с подобными заданиями, им будет намного проще это запомнить. Поэтому очень важно обращать их внимание на то, что во многих даже вот школьных учебниках, по которым мы работаем, например, вот Мария пишет, что в Старлайте, да, уже с пятого класса есть, конечно же, в большинстве любых пособий можно найти, какие суффиксы, какие приставки, к какой части речи относятся, и давать подобные задания на их выполнение. Поверьте мне, когда ученики начнут с этим сталкиваться, и первое время, конечно же, им стоит разрешить пользоваться подсказками, чтобы они знали, какой суффикс, к какой части речи отнести, а далее это просто пойдет уже машинальная память, они уже будут знать, что от них требуется. Соответственно, все дело в практике в данной ситуации. Далее идем употребление несуществующих слов, когда ученики просто-напросто выдумывают, создают новые слова в английском языке. Например, слово «difficultness» вместо «difficulty», либо «scientifics» вместо «scientists». Опять-таки, это вот те типичные ошибки, которые очень часто могут быть допущены нашими учениками, и уже даже можно нам самим, с вами уважаемые коллеги, отдельно выписать эти вот типичные слова, которые являются ложными, и, например, чтобы ученики их видели постоянно, и уже знали, что «difficulty» писать нельзя, таких слов нет. Также использование не того отрицательного префикса, который употребляется с указанным корнем. Например, вот вместо «difficulty» очень часто можно встретить «unhonest» и «inhonest». Опять-таки, это грубейшая грамматическая ошибка, потому что, опять-таки, данных слов просто не существует. И, конечно же, неправильное написание самих слов. Все на ваших экранах. Также, не только, как я говорил ранее, в самом начале нашего уминара, правильно определить часть встречи, но и, конечно же, это слово «написать». Поэтому важно практиковать именно подобными упражнениями грамматические навыки по словообразованию. Тогда, поверьте мне, трудностей будет меньше, потому что чем больше практики у учеников, тем более очень часто слова могут повторяться, поскольку всегда оцент в ОГЭ, например, делается на самые распространенные моменты в словообразовании. Теперь давайте мы с вами постараемся определить структуру и их различия с ОГЭ и ЕГЭ. Вот, например, первый тип задания по словоизменению. Он аналогичен как в ЕГЭ, так и в ОГЭ. Формулировка задания такова. Нам необходимо преобразовать, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текстов. И дальше мы просто заполняем пропуски полученными словами. Данное задание является аналогичным для ОГЭ и ЕГЭ. Что нам необходимо сделать? Форму слова изменить, вписать его в предложение. Но важно понимать, чтобы ученики это понимали, что часть речи при этом остается та же. Если у нас был глагол, то остается глагол. Было существительное должно остаться существительное. Потому что мы с вами меняем исключительно форму слова, но не часть речи. Вот, поэтому очень такой вот важный нюанс. Теперь давайте мы с вами разберем по отдельности части речи и обратим внимание, что же может меняться. И как может поменяться наше существительное, например. Может меняться падеж. Чаще всего падеж может меняться на притяжательное, если мы говорим с вами о существительном. Например, world, world, friends, friends, да, про апостроф главное не забыть. Может меняться число существительного с единственного на множественное. Также слова могут быть, да, имеющие особенности написания, если мы говорим с вами о числе, единственном и множественном. Например, wife, меняем на множественное число, получается wives. То есть данные исключения ученики должны знать на зубок. Также обязательно необходимо повторить формы образования множественного числа существительных. Почему? Потому что форм данных исключений очень-очень много. Поэтому очень важно всегда акцентировать внимание, что, например, есть такие существительные, которые и в единственном, и во множественном числе имеют одну форму. Поэтому важно, чтобы они это знали, наши ученики. И, например, если форма нужна множественная, тогда мы с вами слово, естественно, менять не будем. Далее, прилагательное и наречие. Очень такой вот важный момент. Это, конечно же, степени сравнения наших прилагательных. Со степенями сравнения сталкиваемся очень рано. И о них говорим постоянно из урока в урок в каждом классе. Но, тем не менее, частая ошибка, когда, например, ученики путают те или иные слова образования прилагательного, когда они не могут правильно определить степень. Но важно понимать, что степени сравнения образуются по определенным правилам, которым мы стараемся приучить наших учеников, чтобы они не путали, как правильно нужно составить сравнительную степень или превосходную. Также стоит обращать внимание на прилагательное исключение «я», потому что очень часто в экзаменах больше всего примеров в задании можно встретить именно исключение «я». Например, вот «good», «better», «the best». И очень часто можно такую вот грубейшую ошибку встретить, когда, например, к слову «good», «хороший» добавляют просто-напросто суффикс «er», что недопустимо. Поэтому очень важно, чтобы ученики знали именно все исключения. Как определить, к примеру, какая степень прилагательного требуется? На самом деле, если мы смотрим с вами на предложение, уважаемые коллеги, то сделать это легко. Например, если после пропуска у нас с вами стоит слово «than», «чем», то, конечно же, мы с вами будем образовывать именно сравнительную степень. Если перед пропуском стоит, к примеру, определенный артикль «the» или фраза наподобие «one of the» один из, то образуем с вами уже превосходную степень и так далее. То есть, это те вот маленькие детали, которые упростят задачу нашим ученикам во время экзамена. Далее, если мы с вами говорим о глаголе, то глагол может поменяться залог, например, с активного на пассивный, а также время. Также обращаю ваше внимание на лицо, к которому относится глагол, так как от этого зависит форма, например, глагола «быть». Не забывайте, что в английском много неправильных глаголов. Вот то, что забывают постоянно наши ученики, к сожалению. Поэтому очень важно и нужно обязательно знать наизусть все их формы. Для этого есть таблички неправильных глаголов, которые всегда должны быть как наглядное пособие у наших учеников. Тем более, в большинстве учебников данные неправильные глаголы «основной костяк» есть в конце учебника. Далее, если мы с вами говорим о числительных, то может меняться, например, разряд. А количественное числительное меняется на порядковое. Всего бывает именно в ОГЭ и ЕГЭ три распространенных варианта употребления числительных. Например, первый вариант – это one. Нам, естественно, ничего не остается, как поменять его на first. Two – second, three – third. Два – второй, три – третий. Вот это три основных момента, которые можно встретить в экзамене, если мы говорим с вами именно о числительных. Также, когда у нас есть образование порядковых числительных, на конце которых стоит буква Y. Вот тут проверяется именно навык написания данного слова. Когда мы Y меняем на I и добавляем наш суффикс ETH для того, чтобы правильно преобразовать порядковое числительное именно в наших десятках. Двадцать, тридцать, двадцатый, тридцатый и так далее. Далее, если мы с вами говорим о местоимении, то здесь также может поменяться разряд, например, из личного. Тогда можно образовать какое-нибудь притяжательное местоимение, возвратное, либо абсолютная форма. Также может меняться падеж. На это тоже стоит обращать внимание. Опять-таки, помогает очень хорошо именно контекст. Теперь второй тип задания – словообразование в ЕГЭ и ЕГЭ. По словообразованию формулировка простая. Необходимо образовать слова от напечатанных заглавными буквами в конце строк, однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. То есть, с одной стороны, все намного просто. Данное задание аналогично предыдущему заданию. Но есть главное и принципиальное отличие. Нужно образовать новое слово, то есть, новую часть речи. Например, был глагол, а стало прилагательное. Differ – different. Исключения составляют именно отрицательные префиксы, иногда не меняющие часть речи. Possible, например, impossible. Approval – disapproval. И так далее. То есть, опять-таки, на это также стоит обращать внимание. Так вот, нам Юлия пишет, а при изменении глаголов могут ли сейчас отличные формы причастия первого-второго? Если, например, данное задание попадается, то опять-таки, смотрим на контекст. Они могут быть. И, конечно же, когда мы говорим с вами об словообразовании, то, конечно же, очень важно обращать на основные, именно основные элементы нашего словообразования. Это аффиксы глаголов. Например, re, this, miss, eyes, eyes. Rewrite, например, да? Когда мы понимаем, что у нас данный аффикс re – это повторяющееся действие заново. Писать, переписать и так далее. Также суффиксы существительных. Dancer, actor, kindness, socialist, building, invasion и так далее. То есть, вот то, что я говорил. Мы берем данные элементы, основные словообразования и аффиксы, суффиксы просто-напросто разбрасываем к той части речи, которой они принадлежат. И у нас с вами готовая табличка, готовые примеры. То есть, важно понимать, к чему будет относиться тот или иной суффикс существительных. Если мы говорим о суффиксах, например, er, либо or-r, то, соответственно, это у нас профессия существительная, которая образовывает именно профессию человека. Это важно знать. И вот можно найти такое вот объяснение подобное к любому суффиксу существительного. Что оно будет обозначать в случае, если мы добавляем тот или иной суффикс. Далее аффиксы прилагательных. Например, y, ic, fool, al, ly, in, n, ing, ou, s и так далее. Опять-таки, только данные аффиксы прилагательных мы будем с вами использовать только с этой частью речи. Суффикс наречия ly, hopefully, happily. Вот тут важно понимать, что есть одно маленькое такое вот сходство. Например, вот ly мы можем использовать с прилагательными и с наречиями. Вот тут важно дать отдельно те слова, которые будут образовываться одинаково. Например, слово friendly, дружелюбный, дружелюбно. И отрицательные наши префиксы, которые мы будем использовать для противоположного значения. Например, motal и motal, motal смертный и motal бессмертный, legal и illegal и так далее. То есть, опять-таки, важен будет уже только контекст. И то, что отличает наши экзамены, наши два основных экзамена ОГЭ и ЕГЭ, это структура заданий по лексике английского языка и именно в ЕГЭ. Данное задание присутствует только в этом экзамене, именно в ЕГЭ, как третий тип задания на лексико-грамматическую сочетаемость. Формулировка следующая. Нам необходимо прочитать текст с пропусками, обозначенными номерами 32-38. Эти номера соответствуют заданию 32-38, которых представлены возможные варианты ответов. Запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Если, например, первые два задания я не нумеровал специально, потому что номера в ОГЭ и ЕГЭ будут отличаться, то здесь нумерацию я решил оставить, поскольку данного задания в ОГЭ нет. Это вот главное отличие от раздела лексика-грамматика с ОГЭ. Итак, что же будет проверяться именно в этом задании? В первую очередь будут проверяться знания фразовых глаголов, которые, опять-таки, мы с учениками разучиваем на протяжении всего нашего курса английского языка. Также знания разницы в употреблении синонимов. И это вот любимая, скажем так, вот такая вот уловка составителей экзаменов, поскольку очень часто ученики, не зная разницу между синонимами, синонимами, look, watch, glance, see, например, и так далее, могут допустить ошибку, которая впоследствии снимет баллы. Также знания разницы в употреблении слов схожих по звучанию или написанию, again, against и так далее. Опять-таки, это своего рода уловки, чтобы сбить с толку. И важно знать, что есть определенные слова, которые могут писаться одинаково, либо они схожи по звучанию и написанию, но несут разное значение. Также знания и управление глаголов по формуле. Стандартно, это глагол плюс предлог. Например, rely on somebody, да, на кого-либо положиться. Fall in love with somebody, влюбиться в кого-либо и так далее. Take care of. Заботиться о ком-то. Когда есть у нас устойчивое управление с глаголами, только этот предлог будет использоваться с тем или иным глаголом. И вот здесь очень важно на это также обращать внимание. Как же нам данное задание выполнять? Все на самом деле очень просто. Первое, что нам нужно сделать, ознакомиться с текстом. Просто прочитать его. Внимательно читать текст и отмечать подходящие ответы. То, что нам кажется, скажем так, правильным. Также нам необходимо, перед тем, как выписывать варианты ответов, это проверить себя. Еще раз перечитать, подобрать варианты ответов к контексту. Дальше мы просто переносим блок ответов и проверяем правильность перенесенного. Вот тут я взываю к внимательности всегда, поскольку бывает, что ученики нервничают. Человеческий фактор играет очень важную роль. Когда, например, ученик успешен на протяжении всех лет, но бывает, что он переволновался, перенервничал. Поэтому очень важно ученикам лишний раз напоминать, чтобы они как можно более внимательнее переносили свои варианты в бланк ответов. Поскольку стоит ошибиться, и можно не заметить этого, и все варианты просто-напросто будут уже сбиты. Например, не в то поле перенес, не в тот ответ, не в 32 пункт задания, а в 33, например, и не заметил этого, то, естественно, уже все задания будут перемешаны, и можно потерять баллы. Итак, вот мы с вами обговорили основные пункты, как задания выполнять, но пункт номер 2, например, внимательно читаем текст, отмечая подходящие ответы. Вот тут бы я на самом деле очень хочу акцентировать ваше внимание на этом пункте именно, детальнее о нем. Вот то, что я говорю, очень важно приучить наших учеников к непосредственному анализу контекста. Вот давайте более детально. Нам необходимо проанализировать варианты ответов, понять суть самого предложения, исключить неподходящие варианты ответов, также, соответственно, проверить наши знания между синонимами. Вот, например, Powerful new telescopes are, и у нас есть 4 варианта ответов. Two infrared radiation. В общем, вот, уважаемые коллеги, вот в данном предложении, какой вариант вы бы выбрали? Sensible, sensitive, appropriate, suitable. Вот как вы считаете, что здесь подойдет? У нас тут есть два суровых слова, которые похожи на, скажем так, на слух, чуть-чуть похожи, да, и по звучанию. Sensible, sensitive. Вот Иван пишет sensitive, и это правильный ответ, поскольку важно понимать, что sensitive – это то, что мы чувствуем, то есть чувствительны, да, к инфракрасному излучению, а sensible – это то, что разумно, скажем так. И, конечно же, не стоит забывать о грамматике. Например, Sarah refused to give up, и варианты ответов, предложенные. Опять-таки, форма одна – это глагол smoke to smoke, smoking to smoking, конечно же. И, зная, что после предлогов, да, у нас фразовый глагол give up здесь, но также помню, что после предлогов, вот там уже Иван ответил, и Ксении ответили, они выбирают вариант номер три, smoking, конечно же, мы будем использовать только вариант номер три. То есть, данные вот задания, они рассчитаны на то, чтобы поймать, подловить наших учеников на очень, скажем так, близком звучании, а то и значении слов. Поэтому вот тут вот нужно быть очень внимательным. Идем с вами дальше. Конечно же, существуют определенные лайфхаки. Например, если ученикам очень трудно определять ту или иную часть речи, то, конечно же, в первую очередь нам нужно предпринять шаги как учителям, как правильно помочь ученикам проанализировать то или иное предложение, чтобы определить, например, ту или иную часть речи. Соответственно, давайте мы с вами тогда разберем данные лайфхаки вместе и постараемся определить с вами, какое слово нужно где использовать. Ну вот, например, существительное. Конечно же, оно может стоять в первую очередь в самом начале предложения перед сказуемым. Вот. Is a sign of bad character. Соответственно, мы сюда с вами пишем слово, зная, что это у нас существительное, какое, уважаемые коллеги. Вот нам Иван уже сразу, в принципе, все варианты ответа и написал. Замечательно. Rudeness, конечно же. Дальше. После прилагательного мы ставим существительное. Вот у нас a very pleasant вариант уже, Иван уже ответил на данный вариант предложения, это person. Далее, существительное мы с вами используем также после существительного в притяжательном падеже. Everyone's responsibility. То есть, это ответственность, что ответственность каждого. И так далее. Также мы с вами существительное можем писать после артикля. I love autumn because of the... И вот у нас слово richness of its color. Вот тут тоже очень важно это понимать. Далее, после предлога... People complain about the lack of... И у нас уже есть вариант ответа. Это creativity, например. Далее. После местоимения. I love her... У нас было beautiful. А нам, видимо, после местоимения, поскольку я люблю ее что? Красоту. Ставим beauty. И после числительного. There were more than one thousand... И чего? Competitors, например. А вот тут важно также быть внимательным. Во-первых. Во-первых, смотрите. У нас с вами тысяча. Следовательно, мы должны согласовать с этим числительным наше существительное. Поэтому будьте внимательны, чтобы ученики конкретно понимали, что нам нужно поставить именно еще в плюс ко всему окончание S. Далее глагол. После существительного, в роли подлежащего мы используем глагол. Правильно? Дальше, в начале повелительного предложения. Опять-таки, мы используем глагол. После вспомогательного глагола любого. Будь то will, например, либо do does и так далее. Вот Иван уже пишет первый вариант ответа. Это broadens, конечно же. И после частицы to. We are going to fulfill it. Заполнить это. И так далее. Следующее, на что мы обращаем внимание, это прилагательное. Вот Иван вдогонку пишет вариант на второе предложение. Summarize. Когда мы подводим итог. Замечательно. Ну и третье, тогда давайте сразу постараемся с вами определить, если мы говорим о глаголе. We will realize all your dreams, of course. Thank you. Next. Далее. Прилагательное. Всегда мы знаем, что прилагательное верит существительным. И обычно после артикля. It was a difficult road. Спасибо, Иван. И после другого прилагательного. My brother likes wearing big baggy trousers. Конечно же. Но также или после предлога. Everything is ready for. Иван, я вас жду. Presidential. Отлично. Спасибо. И, конечно же, составное именное сказуемое. После глагола связки. It was absolutely. Это было действительно по-настоящему абсолютно вкусно. Tasty. Или после другого глагола. The food looks, выглядит, tasty. Да, два варианта. Отлично. Далее наречие. Стандартно, после глагола мы пишем наречие. Мы прибыли как safely, конечно. Безопасно на берег. Вначале предложение как вводное слово. Тут, конечно же, определить будет проще, поскольку любое вводное слово мы всегда с вами выделяем за пятой. И после пропуска у нас будет стоять запятая. Это также поможет понять, какая часть речи должна быть. Obviously, we were lost. Отлично. И перед прилагательным. Absolutely right. Замечательно. Вот такие лайфхаки, да, и это, так скажем так, первые шаги к тому, как нужно анализировать то или иное предложение. Вот данные подсказки, если их разобрать с учениками на каком-либо примере, и опять-таки пример должен быть желательно в контексте, мы можем с вами определить ту или иную часть речи. Вот таким вот способом. Ну и, конечно же, еще разочек, очень частый факт, когда типичный вопрос от ученика можно услышать. Да, что делать, если я не знаю слова, которые написаны справа? Все очень просто. Вот данные лайфхаки мы с вами разобрали. Это можно дать в плюс, как наглядное пособие. И, опять-таки, нужно правильно направлять именно мысли наших учеников. Нам необходимо в первую очередь подумать, какая часть речи должна быть в пропуске. Опять-таки, проанализировать полностью предложение, опираясь на контекст. Подумать, не имеет ли это слово противоположного значения. Также задуматься о числе, если у нас с вами стоит существительное. Подбирать из известных суффиксов тот, который, возможно, по мнению наших учеников, будет лучше звучать. И, конечно же, проверить написание. То есть, чтобы все написанное было правильным. Вот данные пункты плана, как себя вести в случае, если действительно слово, например, будет неизвестным. Поэтому, важно, опять-таки, всегда буду, наверное, повторять, это контекст. И переходим с вами непосредственно к примеру анализа упражнения номер один. И далее мы с вами разберем примерный анализ упражнения номер два. Третье задание мы с вами частично проанализировали. Поэтому мы сейчас с вами именно постараемся выполнить пример анализа в задании, которая аналогична для ОГЭ и ЕГЭ. The Renaissance. Вот у нас с вами маленький текст. Вот такие вот примерные маленькие тексты могут встречаться именно в ОГЭ или в ЕГЭ. Вот тут важно обращать внимание на то, что тексты небольшие и, например, не составит никакого труда, скажем так, готовить подобные тексты для наших учеников, чтобы они потихонечку привыкали именно к формату экзамена. Ну вот, например, The Renaissance. Текст маленький. У нас с вами, в принципе, они оба два небольших. Поэтому вот простота этого задания также. Ну вот, например, Too many people, начиная со второго предложения, поскольку оно у нас, именно то, что поможет определить, какое слово необходимо будем вставить в третьем предложении. Too many people, this was the beginning of a new golden age. Для многих людей это было начало новой золотой эры. This period was not there. И у нас с вами необходимо употребить слово one. Вот то, что я говорил, типичный случай. Стандартно, что он будет использоваться, это первый, второй, третий. Да, порядковое, числительное. Конечно же, мы с вами это количественное должны поменять на порядковое first. Первый, да, первая золотая эра в Европе. Двадцатое предложение. Смотрите. Grease у нас пропуск. Нам необходимо с вами употребить глагол have. Вот тут я хочу обратить ваше внимание непосредственно на то, что, вот видите, я зелененьким выделил специально глагол have, который нам нужно употребить. И в предыдущем предложении was not зелененьким. Это у нас как раз помогает понять, какое время нам нужно поставить. Вот смотрите, этот период был не первым, правильно? А вот в Греции, и у нас с вами period и one одним цветом, мы понимаем, что здесь речь идет в этом предложении именно также о периоде, и у нас с вами появляется ключевое слово before, то есть за 1900 лет до этого, а здесь не был. Соответственно, у нас тут будет с вами past perfect. Grease had had one. То есть у нее уже до этого был один, до того, как этот период якобы появился в Европе, но он там был не первый. Соответственно, мы с вами по контексту определяем, что должно быть. Идем с вами далее. Следующее предложение. У нас с вами, как вы видите, Greek and Roman periods, греческие и римские периоды, у нас с вами сравнение, поскольку мы с вами сравниваем golden age, именно золотой век, was something like, был подобен, да, похож на данные вот два периода греческих и римских. И у нас с вами early, нам нужно поставить степень сравнения. Вот такой вот мини-разбор этого маленького текста. Далее, Winsdor Castle. Теперь переходим к замку Winsdor. Вот тут, опять-таки, смотрите, у нас с вами в пропуске стоит слово wife. Естественно, единственно возможный вариант это wives, жены. It became the setting for the married wives of Winsdor. Далее с вами идем. Следующее слово, которое нам нужно вставить по смыслу, это he. Shakespeare is only comedy that takes place in England when Queen Elizabeth I commanded. Опять-таки, he уже не является подлежащим. Это мы понимаем, потому что у нас подлежащие уже есть. Королева Елизавета I. Давай, она приказала кому ему. Следовательно, единственный вариант ответа это him to write a play for her court. Далее. Следующее предложение также очень просто в разборе, поскольку у нас с вами необходимо использовать destroy, уничтожать. Sadly. К несчастью, к сожалению. In 1992. И у нас с вами есть дата в прошлом. Соответственно, тогда мы с вами используем прошедшее время. Past simple. Далее. С тех пор указатель времени perfect, the castle, и у нас с вами замок идет, выходит в роли подлежащего. Соответственно, замок не мог сам себя repair, отремонтировать. Следовательно, его отремонтировали. И у нас с вами появляется страдательный залог данного глагола. Вот такой вот мини-разбор. Краткий анализ данного текста. И вот если мы с вами хотя бы приблизительно сможем научить учеников вот такому вот анализу, это уже будет большой плюс для них помощь. Но, конечно же, это сложно. Я понимаю, что ученики разные, разный уровень подготовки и так далее. Но, если мы вот таким вот образом сами, в пример, будем им лишний раз указывать и помогать им определить ту или иную часть речи, тот или иной глагол, какой он должен быть в форме, во времени и так далее. Соответственно, повторение мать учения. Лишний раз напомним, больше они смогут, соответственно, запомнить. И теперь давайте мы с вами определим пример анализа 2. Текст уже побольше. Australia. Это непосредственно, когда мы с вами будем просто менять слова, да, используя их в разных частях речи. Например, вот у нас willing, да, и only a few people came to Australia, ставим вопрос, приехали как? Willingly. Поменяли часть речи и используем уже сами здесь наречие. Willingly. Соответственно, они приехали по собственному желанию. Далее смотрим, у нас с вами the first settlers, первые поселенцы, да, и они были, и были кем? И у нас с вами слово prison, тюрьма. Соответственно, они были кем? Заключенными. Опять-таки, нам необходимо использовать, согласовать, точнее, данное существительное с глаголом множественного числа, the prisoners. Далее, у нас есть следующая подсказка of there, то есть, moving to Australia was part of there, чего? И у нас с вами есть punish, да, карать. То есть, переезд в Австралию был часть их чего? Наказания. То есть, нам нужно ставить существительное, punishment. There определяет непосредственно существительное, само это слово. Далее. there was one big определяет одну часть речи существительного, difference, то есть, было одно большое, что, отличие, поскольку у нас стоит прилагательное big, следовательно, мы должны поставить с вами следующую часть речи существительную. Далее. The outback was any place. Смотрите, у нас с вами place здесь существительное. И стоит слово like. Следовательно, нам нужно здесь поставить противоположную часть. The outback was unlike any place. То есть, оно было непохожим на любое другое место, которое люди когда-либо видели. Had ever seen. И последнее, тридцать первое. Тридцать первый номер нашего задания это few settlers were willing to rid their life in such a harsh land. Then gold was. И мы смотрим, у нас с вами золото, да, в качестве подлежащего. Дальше у нас это глагол быть, was, оно сказуемое, но что с ним сделали? Covered. Данное слово уже стоит в нужном, скажем так, времени. Да, у нас будет тут с вами пассивный залог. Но данное слово по смыслу не подходит. Что с ним сделали? Покрыли? Нет, они его наоборот. Нашли, обнаружили. This covered. Вот таким вот образом, опять-таки, мы сможем с вами дать в пример подобные анализы наших с вами заданий, которые мы встречаем в ОГЭ и в ЕГЭ. Ну что ж, уважаемые коллеги, теперь давайте с вами подведем итог. Итак, первый вопрос. Какие главные пути решения преодоления трудностей существуют? На что мы всегда с вами должны обращать внимание? Уважаемые коллеги, какие главные пути решения мы с вами определили в ходе нашего вебинара? Пока вы пишете свои комментарии, конечно же, главный путь решения – это практика, отработка упражнений, заданий, а также, конечно же, стараться именно, скажем так, анализировать, опираться на контекст. Вот Джамалия пишет, конечно же, тренировка, она пишет анализ предложения. Все вместе у нас получается хорошая совокупность работы с текстом. И поэтому еще раз повторюсь, наверное, опять-таки, не последний буду раз повторять, когда, вот как Лена пишет, практика работы с контекстом. Конечно же, это будет ключевой фактор успеха. Можно ли научить учеников подобному анализу? Как вы думаете и почему? Я считаю, например, что это, конечно же, очень трудно, но это возможно. Тем более, что с грамматикой на уроке мы работаем почти постоянно. С новой лексикой, опять-таки, работаем с вами, уважаемые коллеги, на уроке тоже постоянно, очень часто соответственно, когда мы вот таким способом будем сами стараться анализировать, давать пример анализ, дадим подобные лайфхаки, например, которые помогут определить ту или иную часть встречи, то есть стандартные такие вот правила, то, в принципе, это можно, вот как пишет Анна, при усидчивой регулярной работе. Конечно же, если мы один раз дадим, а потом уроков 5 или 6 мы это прорабатывать не будем, конечно же, это запомнить будет тяжело. Далее. Можно ли достичь успеха в разделе лексика и грамматика путем выполнения подобных упражнений? Вот то, что мы с вами разобрали. Вот Джамалия пишет, что да, конечно же, можно, я с вами также согласен, поскольку именно когда ученики сталкиваются непосредственно с подобными упражнениями, заданиями, с контекстом, конечно же, у них в памяти непроизвольно будет оставаться нужная нам информация, которую в дальнейшем они смогут уже употребить на экзамене, воспользоваться ею на экзамене. Это будет большой плюс. Так, вот нам Елена пишет, учить надо 100%, просто это идеально подойдет, если у ребенка аналитический склад ума, а некоторым проще заучить все наизусть. Ну, конечно же, я с вами полностью согласен, нам также необходимо опираться на индивидуальные особенности детей. Но, опять-таки, по поводу именно то, что учить надо, конечно же, нужно учить в первую очередь не только тем детям, у которых аналитический склад ума, а, в принципе, всем, когда мы говорим с вами о неправильных глаголах, например, либо об исключениях, которые необходимо знать, если мы говорим с вами о прилагательных. Вот тут необходимо, естественно, знать данную информацию наверняка. Ну, что ж, уважаемые коллеги, вот на этом мы с вами подвели итог. Надеюсь, что вебинар оказался для вас полезным. Мы с вами смогли определить разницу и также обсудили, какие главные пути решения трудностей существуют. Особенно, надеюсь, что анализ данный поможет ученикам в дальнейшем правильно определять ту или иную форму глагола, менять из одной части речи в другую, там, например, глагол в существительное и так далее. Ну что ж, надеюсь, мы с вами поработали плодотворно. Спасибо за вашу активность. Вот у нас коллеги очень активно выполняли упражнения. Спасибо вам большое за то, что смогли помочь мне правильно данные слова употребить. Мы сделали это вместе с вами. А теперь, как обещал, в конце нашего вебинара я вам сбрасываю сертификат, который вы можете получить. Пожалуйста, я вам еще в дальнейшем продублирую данный сертификат на всякий случай. Я вам всем желаю удачи, плодотворной работы. Ну что ж, тогда, надеюсь, увидимся с вами уже в ноябрьских вебинарах. Так что удачи вам и до новых встреч. Спасибо большое и до свидания.